Добрый день, дорогие телезрители! Как всегда в это время мы выходим в прямой эфир на телеканале Дуньё Буляб. Я рада вас всех приветствовать. Сегодняшний день, 5 ноября, для нас, телевизионщиков, особый, знаменательный. Потому что именно в этот день, 64 года назад, как только был построен первый в Центральной Азии телецентр, начало свое вещание узбекское телевидение. Ну, просто большая, наверное, веха, потому что 64 года – это жизнь, может быть, человека одного. Но, тем не менее, это наша история, и мы хотим ее знать. И есть люди, которые стояли у истоков этого телевидения, начинали свои первые шаги и как бы росли вместе с узбекским телевидением. Я с удовольствием, с огромным удовольствием хочу представить сегодняшнюю нашу гостью, народную артистку Узбекистана. Ее еще называют талисманом телевидения. Это Галина Витальевна Мельникова. Добро пожаловать на наш эфир. Галина Витальевна, о вас не случайно говорят живой символ эпохи. Вообще, как вы относитесь к таким эпитетам? Талисман, врачеватель эфира? Я смущаюсь. Смущаюсь. Я человек очень застенчивый, и я всегда, когда меня хвалят или какие-то слова добрые говорят, я всегда смущаюсь. Галина Витальевна, ну, хочется оглянуться назад. Вот 5 ноября началось вещание узбекского телевидения. Сегодня уже наша компания называется «Национальная телерадиокомпания». А ведь вы начинали вот в этом далеком 56-м году. Тогда не было школы телевидения, тогда не готовили специалистов для телевидения. А как вы попали? Случайно. Вот если говорят, надо верить в судьбу, я в нее поверила, потому что так со мной и случилось. Я была студенткой медицинского института, собирала 64 килограмма хлопка. Наш институт удерживал красное знамя среди вузов страны. По сбору хлопка. И у нас был такой секретарь комитета комсомола Кулахмат Рязаев, потом он стал замминистра здравоохранения. Мы с ним встречались на передачах, я ему предоставляла слово. Но он меня вызвал первые 2-3 дня, когда я собирала 24. А я очень старалась, я каждую ниточку не могла, чтобы пройти мимо ниточки беленькой. Вот я собирала 24, он вызвал меня ночью, сказал, Мельникова соберет завтра 44, а послезавтра 64, не соберет, отчислится института. И я собирала 64 килограмма. И вот, вернувшись с хлопка, мы идем с подружками по одной из аллей старого Ташми. Я иду в срединочке, по краям две подружки. Навстречу идут два мужчины, прямо на меня, и говорят, девочка, приходи на конкурс. А я опустила глаза в землю, говорю, какой конкурс? Они говорят, телевидение. Я говорю, а что такое телевидение? Мы не знали, 56-й год. Это был ноябрь месяц уже не 5-го, а где-то числа 20-го, наверное, ноября. Я говорю, не-не-не, подружки, пойдем посмотрим, что это такое, пойдем посмотрим. И, в общем, меня подружки повели. Они меня нарядили, кто-то свою кофточку, кто-то, тогда ничего не было, кто-то свою юбочку. Нарядили, привели. Я попал на третий тур. На третьем туре было всего человек 25, а на первом 700. И, к моему удивлению, я была такая растерянная, я не знаю, за какие качества меня оценили, какие качества вам не оценили, что меня и еще одну девочку оставили после этого конкурса. Причем руководила конкурсом Викторина Николаевна Райкова. Была такая режиссер, очень такая знаменитая, да, очень строгая, очень требовательная, которая впоследствии стала моим наставником практически. Она меня дрессировала. И потом мы подружились очень. И вот так вот я 26 декабря была зачислена в штат узбекского телевидения. Но год я проходила стажировку, зачисление было условное. Я утром шла на занятия в институт, шла в анатомичку, изучала трупы, извините. А потом бежала на телевидение в час ночи, я говорила, спокойной ночи, дорогие товарищи. А утром снова в институт. И вот меня вызвало через год руководство, сказали, что я прошла очень строгий конкурс. И они меня уже утверждают окончательно в штате. Но я должна сменить профиль обучения. Я должна пойти в театральный. Ну, в театральный как-то я не представляла себя. А английский мне очень хорошо давался. И я поступила в педагогический, тогда он назывался, институт иностранных языков на английский факультет. Я его закончила параллельно. Скажите, вот те первые эфиры, как вам запомнились? Ведь тогда не было же суфлеров, не было ничего, чтобы вам каких-то шпаргалок. Вот как вы эти тексты? Только наизусть. Зубрили наизусть. Никогда с бумажкой не выходили. Никогда. Все было вот здесь. Причем многие удивлялись и говорят, а как ты это запоминаешь? И это был прямой эфир. Конечно. Конечно. Только прямой эфир. Вот. Как ты это запоминаешь? Я была настолько ответственная, настолько требовательная к себе. Я так боялась ошибиться, что я все вызубривала. Я вызубривала по 20 страниц искусствовического текста, 200 лет русского балета. Вот я помню, мы выходили на сцену в театр узбекский драматический. Тогда он назывался имени Хамзы. Я вышла на сцену, я никаких бумажек с собой не вынесла. Я все 20 страниц без ошибки, без остановки проговаривала между номерами. Просто там следующие две страницы, следующие три страницы. И я считала, что так надо, по-другому никак нельзя. Вообще школа дикторов узбекского телевидения, она была очень крепкая и очень сильная. И ведь из этой школы вышло очень много ярких дикторов, которых мы вот вспоминаем и помним. Какие качества прежде всего предъявлялись для дикторов телевидения? Прежде всего я скажу, знаете вам что? Вот у нас Насиба Исмаиловна Эмбрагимова, ей предложили через несколько лет стать секретарем партийной организации «Гостелерадио». Потом она была зам, возглавляла отдел в райкоме партии. Потом она была замминистром культуры. И последняя ее должность – это директор государственного музея. Это высокая должность. Вышла из дикторской школы. Батыр Зияев наш диктор. Его пригласили в МВД пресс-секретарем. Он уже в чине полковника ушел в отставку недавно. Понимаете? Асивара Турсунова, она работала в аппарате президента, наш диктор. Вот такая у нас была группа. Мы были все ответственные. Мы стремились не останавливаться на достигнутом. Мы все время что-то изучали. Мы ставили себе такие, знаете, себя в такие рамки, что мы не имеем права ошибиться. Мы должны знать это, это, это. Мы много читали, много заучивали наизусть. Вели живые передачи, живые эфиры. Вот, допустим, готовишься к передаче, рассказываешь. Вот я, допустим, вспоминаю передачу о встрече с работниками самолета-строительного завода имени Чкалова. Я с каждым рабочим встречалась, я спрашивала всю его биографию, я закладывала ее в мозги и потом без бумажки выходила, рассказывала о нем, о его работе, о его жене, о детях, всех по именам. То есть была большая подготовительная работа. Вот, подготовительная работа. И на нее не всегда было много времени. Просто это была высокая ответственность. И я говорила, что вот эта телевизионная камера, которая, допустим, сейчас меня снимает, да, это настоящий рентгеновский аппарат. Он меня просвечивает всю, мои мозги, мою душу, и я не имею права, я должна выходить к телезрителю с открытым сердцем и с большой любовью к нему, и с большой уверенностью в том, что я говорю. Это самое главное. Вы упомянули Насибу Ибрагимову, она, кстати, говорила, как на презентации, книги, посвященные вам, живой символ эпохи, книги, которую написала Инесса Гульзарова. И она тогда сказала, что Галина Витальевна Мельникова установила рекорд. 50 лет отдала телевидению. 60. 60 лет в штате телевидения. Ну, за это время, конечно, происходило, наверное, очень много. Уже изменилась и техника, уже мы перешли на цифровые технологии. А вот были ли у вас какие-то, ну, всегда телезрители это интересуют, казусы в эфире? Понятно, что вы были ответственны, что дисциплинированы. А вот диктор с такой школы допускал ли вот какие-то ошибки в эфире? Конечно, были. И эти ошибки все до одной, я помню до сих пор, как будто это было вчера. Потому что это забыть невозможно, эти переживания. Вот, допустим, когда еще только-только там два канала было, и мы объявляли программу передач. Документальный фильм какой-то, научно-популярный фильм. И тогда вышли, вошли в моду вот эти туфельки на высоких тонких каблучках, и мы их называли гвоздики. И мы так старались приобрести эту обувь, потому что это было невозможно только по высокому блату. И если шла девушка по тротуару, то за ней мальчики шли и смотрели только на ее ножки, на ее туфельки. И мы мечтали, и вдруг мне нужно объявить, гвоздики нужны влюбленным. Да, мы так и представляли, что мальчик влюбляется в девочку, если она идет на таких каблуках. Я объявляю, гвоздики нужны влюбленным, а фильм идет про гвоздики. Я простить себе не могла, мне было так стыдно, я не знала, как изменить. А потом уже гораздо позже, когда были сложные ситуации в нашей истории, боткенские события были, когда мне говорили, ты будешь читать какой-то очень серьезный ответственный текст. Вот сейчас идет уже второй позывной оборот, а я сижу, у меня ничего нет, я не знаю. А вдруг меня после третьего позывного, меня включат в эфир, и я не знаю, что говорить. Ничего нет, мне не сказали, не поставили в известность. А оказывается, это были боткенские события, когда боевики шли через границу, наступали, гибли люди. И вдруг по коридору бегут, кричат, быстрее, быстрее, последний позывной. Приносят мне один листик, я читаю, я дрожу вся, я читаю этот листик, я не знаю о чем. И вдруг вижу последний абзац, там запятая, а второго листика у меня нет. И так пять листиков мне приносили, вот так вот с полу передавали, и я не могла выговорить слово вооруженные снайперскими винтовками. Я говорила, вооруженные снайперскими винтовками. Опять улыбаюсь, хочу извиниться и забываю это слово, извините, опять вооруженные снайперскими винтовками. А потом, говорю, вооруженные снайперскими винтовками. И три месяца я висела на доске позора. Даже было такое? Да, да. Я пережить это не могла. Пережить не могла. Очень много. В охбороте, очень многие, ну, бывали сюжеты скороспелые такие, когда редактор, готовящий выпуск, он не успевал все это. Я считала себя всегда последним цензором, я критически относилась ко любому тексту, который получала. Я его читала, я его усваивала, и я, когда я соглашалась, что все без ошибок, тогда я уже шла в эфир. Он говорит, что ошибки можно прощать в эфире. Тем более, это прямой эфир. Я себя не прощала. Да, вы себя не прощали, но, наверное, зритель вас понимал. Я так считаю, потому что, вы знаете, можно я на узбекском, потому что у нас аудитория, и на узбекском, и на русском. Да, конечно Но шкаттавлотлер, айнексы, още телеканал, депутат, чунки сзги Больген хурмад. Умана Ольгенда, инсонлярна, она шу эфирлярдан кенка, челерды юргенизд, муна сабат хандэй болярды. Шардех, он вот действительно прав, он говорит о том, что вас любит народ. Независимо от возраста, будь то старше, старшего возраста человека, или будь то молодежь, вас все любят и обожают. И вы вообще вот привыкли к этой славе, вот когда вас узнают на улице, когда вас останавливают? Ну, вы знаете, безусловно, это согревает. Я не считаю даже, что это слава, мне, безусловно, это очень дорого и приятно. Недавно я покупаю там персики у одной женщины на Алайском базаре, а другая мне говорит, ну, здороваются все, меня зовут так Бару Топа на Алайском базаре, да. А другая там на полу продает, ну, это самые фрукты. И говорит, здравствуйте, вы Галина Мельникова. Я говорю, а как вы меня узнали в маске? Она говорит, по глазам. Вот представьте, по глазам женщина узнала. Ну, как можно? Конечно, это очень дорого, это надо беречь. Я человек, я никогда не зазнавалась, я никогда этим не пользовалась абсолютно. Вот, ну, я благодарна людям, которые вот так вот оценивали, оценили мою работу. Потому что я очень хотела, чтобы им было интересно, чтобы они смотрели, слушали то, что мы показываем. Потому что с экранов телевизора всегда поступали какие-то новости. В основном новости, ну, в редком случае это были какие-то неприятные новости, трагические новости, но их тоже люди ждали, потому что человек должен все знать. И телевидение наше, если вот вспомнить начало моей работы, первое интервью я взяла, это был 57-й уже год, вот, у Майи Плесецкой. Кто я такая? Девчонка, которая не знает, кто такая Майя Плесецкая, не видела ее никогда, знает, только слышала фамилию Майя Плесецкая, Майя Плесецкая. Легенда полезная. Легенда, она такая великая, мировой известности, она такая надменная. И я там что-то лепетала, вот это вот я тоже запомнила на всю оставшуюся жизнь. Ну, вам посчастливилось очень много, ведь брать интервью у знаменитых, великих людей, которые приезжали к нам в Ташкент, в Узбекистан, в том числе у космонавтов. У космонавтов. Меня даже спросили недавно, скажите, пожалуйста, хочу услышать из первых уст, как вам Гагарин делал предложение? Я говорю, да вы что? Нет. Такого не было. Я брала у трех космонавтов, нет, исключая Гагарина, с Гагарином мне не посчастливилось, у Рукавишникова, Хрунова и Елисеева я брала интервью. Я в Звездном городке вела дни литературы и искусства Узбекистана в Москве, в Звездном городке, в Кремлевском дворце съездов. Три раза у нас были такие поездки в Москву, дни литературы и искусства Узбекистана. Ну, потом меня пригласили, даже предлагали квартиру, все, приглашали переехать в Москву. Вот я как раз хотела об этом спросить, ведь поступало очень много предложений. Галина Витальевна, вы стали, ну, как-то очень быстро знаменитой, и вас предлагали, вам делали предложение переехать из Узбекистана в ту же Москву, но вы остались здесь. Вот почему? Это моя родина. Это моя родина. Я российский соотечественник, естественно. Вот. И у вас есть российские награды. Да. В том числе от президента России. Да. И вас очень хорошо знают там, и вы активист русского культурного центра. Но моя родина, я люблю Узбекистан. Я очень люблю. Я люблю культуру, я люблю людей, природу, трудолюбие, гостеприимство нашего народа. Все люблю, все мне родное. Я наполовину уже узбечка. Мы успешно обучить в наших странах, поэтому мы costum только обучить ее за мастер-класс. Что я думаю, обучил дону Галиней Ли Киванин, и в других странах, поскольку в других странах улыбаются куче, в частности, как в интернете, это тоже есть такой смс. А может быть, это можно изменить это мастер-класс, можно ли обучать правилам, или какие-то вопросы, в основном, у меня такая задача, мне уже не нравится, это будет вопрос. И я хочу сказать вам, если вы будете выходить в руки, то есть, если вы не получите это возможно, я пойму, я не знаю, сам ушел на ген кандиды оборзу ляр армаляр барма ки энд буса фарьок мин теле больше лучше мошкур скандал мульмаген булярдом дидель армады гэмбер салон келды был хор азам вала я тогда не до сова я соглашусь с тобой действия и шахте хуну вот на телефон и мне тоже приходит вопрос от телезрителей потому что мы анонсировали встречу с вами и я согласен на столько вопроса я не знаю успеем ли мы в нашем прямом эфире все задать но твой вопрос действительно понятен вопрос таков если бы вернуть время вспять выбрали бы вы снова телевидение или вы бы стали врачом как и предполагали вы же учились на медика если бы я не стала диктором я бы стала отличным врачом потому что я перфекционист я ничего не умею делать плохо я даже в школе когда училась я боялась получить тройку и даже четверку я в шесть утра вставала и все заново зубрила чтобы учитель вызвав меня к доске значит я не опозорилась поэтому я я уже рассказала что это случайно я попала вот на телевидении если бы я шла по другой тропинке там очень много в старом этажме тропинок если бы я шла по другой тропинке я бы не встретила дали бы второй шанс выбрать да выбрать телевидение или стать врачом телевидение все-таки телевидение потому что я прожила такую интересную наполненную жизнь такой я встречалась с такими интересными людьми я я отдавала вот отдавала себя но я получала наслаждение от того что я не ошиблась я сделаю это хорошо я я все себя постоянно контролировала и когда приходила домой если это было допустим не из телевидении студии а из концертного зала где-то встреча с рабочими я себя все время контролю ой вот здесь вот я не так вот здесь можно было вот так а почему и почему я это забыла я все время себя контролировала не было интересным. Для этого я много читала, много узнавала и наполняла свою жизнесодержанием. Шевдех, он вот еще затронул очень важную, на мой взгляд, тему. Это тема мастер-классов. Потому что у нас в Узбекистане сложилась вот такая школа у 100 шагет, когда наставники передают свой опыт. Я знаю, что вы проводите мастер-классы в ряде вузов Узбекистана, а вот на телевидении вы бы согласились проводить мастер-класс? Где вы делитесь своим опытом, Калина Витальевна? Вы знаете, что я делюсь своим опытом. Вот студия Дидор есть. Меня пригласили туда. Бахадыр Юлдашев пригласил. Я там несколько лет встречалась с их студентами и занималась с ними. В основном это был русский язык. Но сейчас там ремонт в их студии уже целый год. Я думаю, восстановится, мы продолжим. Я встречаюсь со студентами филиала российского нефти и газа, со студентами университета дипломатии и экономики. С ними встречаюсь, общаюсь с ними. Они проводят очень интересные мероприятия. В этих мероприятиях участвуют. Мне интересно. Потом я занимаюсь... Мы уже 53 фестиваля провели. Я член попечительского совета Мехрджон. Это мы занимаемся детьми, сиротами и инвалидами и проводим фестивали детского творчества, которые дети ждут с нетерпением. Мы добились того, чтобы в каждом детском доме был постановщик танцев. Это Ташкент, Ташкентская область, вплоть до Самарканда даже. Гулистан у нас участвует, Бука, Черчи, Конгрен, Алмалык. Все эти города участвуют. И дети такие счастливые. Вот такого счастья. Потом мы даже вывозили детей в Анапу три года подряд в три смены, в санаторий. Потом я летала в Беслан, когда случилась там такая трагедия. У нас был прекрасный спонсор. И мы на одни сутки туда летали с гуманитарным грузом. Я сделала передачу «Чужой беды не бывает». И это меня наполняло, знаете, таким каким-то содержанием, такой радостью, что я какую-то пользу приношу. Потому что человек не должен жить только во имя вот себя, своего удовольствия. Надо обязательно себя отдавать. А от этого, когда ты себя отдаешь, ты получаешь огромное удовлетворение. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Галина Мельникова, «Бугунгикун» телевидение с гекандой бахобера. Сусан сухандолер, телебошлый училер фаоли. Галина Витальевна, вот правильно, что у тебя он говорит, сегодняшнее телевидение, вот какую оценку дадите уже с высоты вашего опыта нынешнему телевидению дикторам, а также ведущим. Что у них, скажем, получается очень хорошо, а над чем еще стоит поработать? Вы знаете, что им стало работать намного легче? Это их портит. У них, да, у них нет стремления. Вы имеете в виду суфлер? Суфлер, да. И когда, вот я даже сейчас ехала на встречу с вами в такси, водитель меня сразу узнал и говорит, ой, я не могу смотреть. Я говорю, почему? А потому что я не понимаю, что они говорят. Они что-то тараторят, накрашенные, разодетые, бессмысленно смотрят, взгляд бессмысленный, и все. И сам не понимает. Сам не понимает. Я говорю, я все время девочкам говорю, которые, если обращаются ко мне за помощью, за советом, я все время говорю, надо осмысливать то, что даже вы считываете суфлера. Суфлер, он с одной стороны помощник, а с другой стороны большой вредитель. Вот. Потому что человек, который выходит в эфир и считывает все суфлера, пусть меня простит Екатерина Андреева, диктор центрального телевидения. Я не могу ее слушать. Это номер один была диктор. Но как появился суфлер, она читает казенным голосом, казенной интонацией. Я сразу переключаю на другой канал. Я не могу в ее исполнении слушать новости. Вот так. Так же и наши девочки. Если они не вдумываются в то, что они, а у них же есть предварительный текст, у них есть предварительный текст, а они надеются на суфлер. А суфлер, он их делает мумиями какими-то. Ну, вы правильно сказали, что экран телевизора это рентген своеобразный. Он просвечивает и твой интеллектуальный потенциал, и твои мысли действительно во все, что ты говоришь, потому что мы выходим на экран не для того, чтобы появиться на экране. Мы выходим для того, чтобы донести до нашего зрителя те мысли, которые волнуют прежде всего, наверное, наши. И вот, Галина Витальевна, вы правильно заметили, что суфлер это своего рода может быть и минус, но тем не менее, это же прогресс, мы движемся вперед. Ведь если сравнить ту технику, когда вы начинали, помните, наверное, еще были бобины такие, да, кассеты, вы посмотрите вот на наши камеры, как сегодня у нас оборудованы телевидения. Я радуюсь, такая современная совершенная техника. Ну, соглашусь с вами, что наряду с прогрессом должны и журналисты, ведущие, то есть и редакторский состав должен шагать много со временем. конечно. Вы получили киошлярных и закторгем учисово. Галина Витальевна, шогерт оля далярма. Вы берете ли ученика? Нет, ну вот я уже вам сказала, что студией Дидор занимаюсь. Да, вы там занимаетесь. Да, но у нас... Персонально вы? персонально я занималась одной девочкой, она очень талантливая такая девочка, она появилась на Акбароте, почему-то за кадром все время читала, сейчас она исчезла, я не знаю. Девочка очень хорошая. Вот. А когда меня попросили на телевидении, чтобы я мастер-классы проводила, я посмотрела на равнодушные... Аудиторию? Да. На равнодушные глаза вот тех, кому я это все рассказывала. Одна девочка, не попросив разрешения, встала, ушла, другая сидела чего-то такое. Это у нас на телевидении? У нас на телевидении, да. И я посмотрела их совершенно равнодушные, бессмысленные глаза, им это было неинтересно, они уже велики, они уже выходят в эфир, им это главное, что их показывают. Вот. Мне стало это... Я поняла, что это бесполезно. Вы придите к нам. Вы знаете, да, мы с удовольствием на телеканале Дуньё Буля будем только рады, если вы придете и дадите мастер-классы для наших редакторов, для наших ведущих. И, скажем, огромное спасибо. Я не знаю, я не знаю, принесет ли это какую-то пользу. Я говорю, сейчас время другое, ценности у людей другие, да. Вот у нас были другие ценности, у нас были другие ценности, и сейчас как-то время заставляет людей меняться и другие оценки ставит себе. Вот одна девочка подходит, она уже работает. Ой, я так хочу быть знаменитой. Знаменитой. Сделайте меня знаменитой. Да, сделайте меня. Как вот стать знаменитой? А я вспоминаю наших педагогов. Михаила Артёмовича Затьян у нас был, это мой любимый учитель, это что-то было необыкновенное, он был как отец, он диктор радио. Вот недавно о нем я рассказывала в одной из передач, и так случилось, что у меня дома была большая проблема, у меня муж очень серьезно заболел, и вдруг звонит какой-то мужчина и говорит, здравствуйте, Галина Витальевна, а Михаил Артёмович очень давно умер уже. Я говорю, здравствуйте, я Михаил Артёмович Затьян. И я говорю, вы шутите? Он говорит, нет, я не шучу. Я так в ступор впала, думаю, с того света, что ли. Я испугалась. Он говорит, я его внук. Вы представляете, я в Москве живу. Галина Витальевна, у меня сейчас моя мама гостит, она в Ташкенте живет. Если вам что-нибудь надо, скажите, запишите мой телефон. Мы вам вышли. Вот как это может быть? А у меня там бывшая сноха в Москве живет, мы с ней в хороших отношениях, она говорит, вы моя мама, и все такое. И как раз понадобилось такое вот питание для мужа, да, какое-то немецкое в порошке, там не мог уже кушать. И я звоню и говорю, Наташ, ты можешь это вот купить и вот туда-то по такому-то телефону привезти? А ему позвонила я там у Михаила Артемовича. Он говорит, конечно, Галина Витальевна, мама скоро, через неделю уезжает. И она мне привезла это. Вот представляете, чудеса бывают, надо в них верить. Вы сказали, что ваш приход на телевидение это случай. Но мне кажется, вообще, каждый случай это какая-то закономерность. Вот эта закономерность, может, мы ее не просматриваем, но судьба, она сама, наверное, ведет туда, где мы должны оказаться. Галина Витальевна, я знаете, какой момент хотел бы вспомнить? Ведь экстремальные случаи на телевидении, особенно если вспомнить Ташкентское землетрясение, и дикторы же об этом сообщали, выходили постоянно в эфир, трясло. Но я помню, это знаменитый такой слоган, трясемся, но не сдаемся. Да, у нас так было прямо в прямом эфире. Мы с Георгием Яковлевичем Ирлиным, которого светлая память ему, мы были в прямом эфире. Тогда пара вела, мужчина и женщина, оборот, тут стоял рядом телевизор, и мы смотрели на картинку, в камеру читали текст. И вдруг началось землетрясение. Над нами был режиссерский пульт, и мы слышим, шаги там все убегают с пульта. Оператор бросил камеру, убежал, и камера начала вот так вот подниматься. Вот это аппарат камеры. Начал вот так вот подниматься. Георгий Яковлевич в эфире. Он вот так вот встает, привстает, 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 и текст читает, и в камеру смотрит. И вот так вот мы приставали до тех пор, пока землетрясение не прекратилось. Такое было. А страх какой? А ужас какой? А надо это не показать? Надо это выдержать? Это преданность. Это да. Шахзинка, у меня вот тоже тут вопросы поступают. Можно я прям такой вот близ Галины Витальевны интересуюсь? Галина Витальевна, а сейчас чем вы каждый день занимаетесь? А вот благотворительностью. Да, да. Детьми-сиротами. У меня много ребят таких, которые мне звонят, даже ко мне приходят. У меня есть дружок в Черчаке, Андрей Гречкин, художник. Очень хороший мальчик. Мы с ним общаемся. Замечательный Руслан Шамсудинов, мальчик с детства слепой, и еще ему метро ноги отрезало. Ну вот сейчас мы с ним давно не виделись, не встречались, а так мы с ним общаемся, все. Ну и так постоянно. У меня очень много людей, которым надо помочь. Я до сих пор помогаю, как могу. Интересно, Галина Витальевна, у вас есть помощница по дому? Нет. Я сама. Все сами? Да. Стираете, убираете, готовите? Конечно, конечно. Вот сейчас у меня был небольшой ремонт, и там было трое ребят, рабочих, они такие, так старались. Я сама бегала на базар каждый день, то манты, то лагман, то за месяц один раз борщ изготовила, а так все вот такое, котлеты там все. Они говорят, Галина Витальевна, «А что вы кладете туда? Так вкусно!» Я говорю, «Любовь». Любовь. Любовь. А он говорит, «Я пришел домой, я говорю, Галина Витальевна, она любовь кладет. Она говорит, «Приноси побольше мяса, тогда я тоже буду вкусно готовить». Как вы ухаживаете за собой, Галина Витальевна? Секрет вашей молодости, и что вы делаете, чтобы выглядеть так? Умываюсь. Купаюсь. Две тысячи шагов по квартире хожу. Вот так вот, кругом, кругом. А вы знаете, что если вы десять тысяч шагов будете совершать, то получите три тысячи сумм. Так что вообще такая инициатива замечательная у нас в Узбекистане, о которой уже в России говорят. Вот берите с Узбекистана, например. Но две тысячи шагов – это тоже замечательно. Две тысячи шагов. Просто некогда. Мне очень много звонят. Очень много. И, знаете, очень любят поплакаться на моё плечо по телефону. У меня телефон не замолкает. До двенадцати ночи мне даже незнакомые люди находят мой телефон, и, значит, звонят, и начинают свои проблемы рассказывать. Вот так. Продолжение, ещё один вопрос. Можно на узбекском? Потому что вопрос на узбекском. Какая формула успеха в журналистике интересуется молодой журналист? Как вы считаете, Галина Витальевна? Какая формула успеха? Ну, во-первых, надо от природы обладать талантом, да? Ну и развивать этот свой талант. Много читать обязательно. Критически относиться к тому, что ты пишешь. Вот сейчас, буквально вчера, мне подарил книгу один удивительный человек, которого я не знала. Он мне позвонил, представился. Бахадыр Джураев. И подарил мне две книги. Одна книга посвящена ансамблю «Яла», а другая – его пребыванию в Иркутской области. И я вчера начала читать эту книгу, и я поразилась. Человек, который был членом начинающих «Яла» 50 лет тому назад. Да, значит, журналистского образования у него нет. Но такая форма изложения материала… Я зачиталась, я подумала, может быть, он и художник еще? Он так описывает природу, он так описывает душу человека. Я думаю, вот это талант. И он уже издал две книги. Мы, кстати, на следующей неделе Шарджахоном приглашаем их к нам в студию. Мы знаем об этом человеке, об этом авторе вместе с Фарухом. Не пожалеете. С Закировым пригласим, потому что ансамбль «Яла» действительно 50 лет. Мы с ним так вчера так провели эту беседу. Но у нас, поскольку вот время эфира, а я хотела бы эти вопросы вот зачитать, спрашивают, есть ли у вас хобби? Хобби. Не могу сказать, чтобы у меня было какое-то хобби. У меня на хобби нет времени просто. А что-то вы коллекционируете что-нибудь? Вы знаете, у меня так получилось, что вот где-то я бываю, да, если где-то я бываю, я обязательно, вот я была в Новосибирске на первом конгрессе женщин стран Шосс и Брикс. Это было два года тому назад. Я не знала, что оттуда привезти. Я привезла маленькую щепочку, щепочку от дерева и положила ее в такую вот красивую. Когда я была в Японии, я там привезла ракушки. Кто-то даже едет в Турцию, уже видит, что у меня ракушки. И у меня целая коллекция ракушек, целая коллекция керамических изделий. В общем, все вот это у меня есть, и я от этого получаю наслаждение. Потому что каждая вещь, даже Шухрат Каюмов, светлая ему память его недавно не стала, он ездил в Мекку, я говорю, Шухратик, вот не это самое, не ищи ничего, вот привези мне просто какой-нибудь камушек. Вот увидишь, на дороге валяется, привези, и он мне привез такой кусочек белого мрамора, с этой стороны темная и с этой, такой он необработанный совершенно. И он у меня стоит из Мекки. Я была в Армении, с Армении в командировке, с Армении привезла, в Прибалтике была, из Прибалтики привезла. И вот это у меня вот коллекция такая. Не случайно я задала этот вопрос, я вспоминаю нашу с вами поездку в Белоруссию. В Белоруссию, да, в Минск. Мы с вами были участниками Международного медиафорума. И я помню, что когда вы сказали насчет любви, кладу туда любовь, я знаю, насколько вас любил ваш супруг, потому что он каждый день, буквально каждый день звонил и интересовался. И я читала в ваших глазах тоже ответ на любовь. Это, наверное, счастье для человека, когда он испытывает и взаимную любовь, и когда он сам любит. То есть все надо делать с любовью, да? Обязательно, обязательно. Мы с ним прожили 26 лет, это у меня второй брак, потому что первый брак, ну, говорят, не говори об этом никогда, но меня первый муж бросил, он любил молодых девочек, так скажем. В 35 лет он мне говорил, что я уже старая. И я себе дала слов, что я никогда в жизни больше замуж не выйду. Я 6 лет была одна и уже привыкла к этому образу жизни, мне уже не надо было. И вдруг, вот я даже не знаю, как это случилось, появился Саркис Вартанович, взял меня вот так, и я даже не успела сообразить. Это была судьба опять же. Я считаю, что и мое появление на телевидении, это судьба, Всевышний просто так решил, и Саркис Вартанович в моей жизни. Мы прожили 26 счастливых лет, душа в душу. Я благодарна Богу за такой подарок. Это то, о чем ты говорила, вот формула успеха в чем? Формула успеха, наверное, еще в любви, в отдаче добра кому-то. И мы говорим уже, сети вокруг себя добрые, светлые. Да, 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 это всегда возвращается. Всегда возвращается. 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 Абсолютно согласна, это настолько ты прав, Шухарда Хон вот сейчас вспомнил уроки Шухрата Каюму, на которых он был, и на одном из занятий он сказал, когда ты смотришь в камеру, это телекамера, это камера, которая произведена где-то в Японии, может быть, и смотришь в объектив, ты смотри словно в лицо своей матери, своим близким, своим родным. Я так и считала. Потому что долерия, которая складывается между ведущим и камерой, оно всегда должно наполнено быть каким-то, не то что сочувствием, а с соучастием и осмысливанием того, что ты делаешь, не просто механически, как вы говорите. Не бой любоваться, вот я какая, я перед камерой, я перед... А любить зрителя, который по ту сторону экрана, любить его и хотеть, чтобы ему было хорошо и интересно, это самая главная задача. Да, да, да. Да, да. Я ни разу по суфлюру... В 76-м году впервые меня Инна Селивна Гузаирова пригласила на телевидение, как нештатного автора, тоже вела, как и вы, Галина Витальевна, мы с вами... Ну и сейчас есть возможность говорить по суфлюру, но я еще ни разу в жизни не говорила, не произносила тексты по суфлюру. Вот для меня был пастер-класс в сегодняшний эфир, сегодняшний прямой эфир. Я честно говорю, что вы, 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 вы... Устаз журналисты, как в Узбеке, как в Узбеке, как в Узбеке. Мы, мы сейчас, вы, 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 вы... Галина Витальевна, такие проникновенные слова мой соведущий говорит. Это от телеканала «Дуньё Бойлаб», от наших младых ведущих и компании «Зухруден Флауэр». Когда они узнали, что вы будете у нас в эфире, они сказали, что вы живая легенда. И с огромным уважением. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Галина Витальевна. Я тоже присоединяюсь к его словам по поводу туризма. Я с большим удовольствием смотрю ваши передачи, получаю огромное наслаждение, когда вы рассказываете, путешествуете по разным странам. Это так расширяет наш кругозор, и вы это делаете с таким удовольствием и с таким мастерством, дай бог, и дальше. Галина Витальевна, я совершенно не рассчитывала на вот такую оценку, не хотела бы, конечно, чтобы это звучало сегодня. Вот видите, да. Я тоже стесняюсь. Давайте о моей скромной персоне. Сегодня вы наша героиня. Я тоже стесняюсь. И мы, наш телеканал Дунио Бойляп, мы всегда с огромным уважением относимся к вам и к вашему творчеству. Спасибо. Ко всему тому, что вы сделали для телевидения и на телевидении. Это ваша жизнь, это ваша судьба. И не зря вас называют врачевателем эфира до сих пор. Не зря вас называют талисманом телевидения, живой легенды, символом, вот об этом говорит Шахдиохон. Галина Витальевна, вот сегодня в такой знаменательный день, день 5 ноября, напоминаю еще раз нашим телезрителям, день рождения узбекского телевидения. 21 ноября праздник всемирного телевидения, но есть день 5 ноября, это день рождения узбекского телевидения. На следующий год мы будем это праздновать очень широко и надеемся, что вы снова с нами будете в прямом эфире и услышите много-много добрых пожеланий. К сожалению, осталось очень много вопросов, Галина Витальевна, но это, наверное, лишний повод, чтобы еще раз встретиться с вами, чтобы вы поделились своими воспоминаниями, чтобы рассказали о тех людях, с кем вам довелось встречаться, у кого вы брали интервью, с кем вы работали. А всех телевизионщиков, это мы так просто народим, хочется поздравить с этим праздником, не забывайте, где вы работаете. Сегодня вы уже работаете на НТРК, в национальной телерадиокомпании. И мне кажется, каждый из тех, кто служит телевидению, он должен быть ответственным, как говорила Галина Витальевна, быть дисциплинированным, а самое главное, любить свою работу. Потому что любовь – это судьба. Вот именно служить, не работать, а служить. Я так себе и представляла, так и чувствовала. Это служба, это не работа. Хоть, может быть, служба – это какое-то казенное слово, но оно обязывает очень. Работа – это работа, можно расслабиться, а служба – не расслабишься никогда. Ты должен, ты обязан, ты постоянно должен быть на посту и отвечать за то, что ты делаешь, что ты говоришь, даже как ты выглядишь. Конечно, спасибо. в типе магазина, по моему единственному способу, в экономическом мире в т thorче. Вы из-молокотворительное организм по индустрии, и мы христианно продолжим. Мы надеемся, что мы учимся на ежедневной работе, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...